Я собираюсь на съемку, мне в голову пришла идея как-то посмотреть на свою историю любви, на свою историю отношений под немножко другим углом, с новыми мыслями, с новым отношением к жизни, к себе, и немножко про... даже не проанализировать, наверное, а подвести какие-то итоги. И, естественно, я решила сделать это так, как я делала это всегда с видео Первая Любовь, со всеми остальными творческими видео. И сегодня у нас первая съемка. Видео будет разделено на четыре части. Первая часть уже готова. Сегодня мы будем снимать вторую часть, которая касается истории с И. Все четыре части это разные парни, с которых я лью. Первую часть я тебя зачитаю, просто чтобы катиться. То есть это пока это не касается, она без рассказалок. Из моей группы передал другому мальчику, опять моей подружке, что кто-то за меня влюбился и читает такси. А если, например, я поеду вместе с вами на такси и... Мы с тобой так похожи, я каждый раз удивляюсь этому. Да, мы к сестричкам. Только ты темная версия, я более такая, каштановая. И вот у нас еще чуть-чуть посредине версии есть 10 оттенков коричневых. Нет, я говорю, что вселенная схлопнется. Да? Посмотри, просто, у тебя вот здесь вот этот оттенок, но он похож. А у меня вот, я вот этот оттенок. Вселенная схлопнется от того, что мы не сговариваясь и делись одинаково. Тут точно. Делай вид, что она алкогольная. Не алкогольная, это реквизит. Сегодня мы пьем только... Я не эстетично открываю. Ой. А как дальше? А дальше дни цельсии, ни во что, что мы... Я никогда не открывала. Я шампанское даже никогда не открывала. Что, это будет первый раз, что ли? Да, она же игристо еще как пулькнет. Привожу себя в порядок. Слава богу, в этой истории там у меня возраст 14 и 17 лет. А это значит, что особо никак стараться не нужно. Просто я без макияжа, в своей обычной одежде. Я и в 14, и в 17, и в 26 одевалась абсолютно одинаково. Так что вот это, вот то, что сейчас в 26, примерно то же самое было в 14. Грудь была поменьше. И я была девственна. Это единственная разница. А все остальное просто один в один. Даже лицо. Особенно лицо. У нас приехал актер. Привет. Как в Питере погода? В Питере погода была солнечная, когда я уезжал. Теперь она, я не знаю, какая, честно говоря. Ну, сейчас приедешь обратно, опять будет солнечная. Да, тут будет ночь, так что я... Оператор Таня. Смотрите, какая красотка. Наша главная героиня Саша, Александра. Мне 14. Извините, еще раз. Мне 14. И наш герой Иль. Мне 17. Господи. Мы, короче, подружились с соседями, которые душнили то, что кто-то шумел после 11. И вот мы 4 человека, мы в беседе душнил. Да. Восемь бесед соседей. Душнил, да. Душнил, да. Я чуть не сформатировала флешку. О, Господи. А там мои лекции еще. Не надо. Не забываем. Положи. 1, 2, 3, 4, 5. Не накручивайся. Это мое воспоминание в картинке. Я в шоке от того, насколько ты вообще попал просто. Он вживался в ролики, он рассказывал, я мечтала в детстве, он такой, я понял, в кого я должен играть. Шесть миллионов голосовых я переслушивала. Сейчас пока я ехал, переслушиваю. Пока я ехал, такси я переслушиваю. Потому что мне нужно было примерно понимать, что я должен делать. Я довольна. А я вам еще крупный максимально. Прошел. Со съемками мне будут помогать две девочки. Айгуль, это мой менеджер по совместительству подруга. И Таня, Burning Princess, может, вы знаете ее. Она тоже ведет канал, снимает мини-фильмы. И мы с ней подружились. Я как-то, не знаю, прикипела к ней очень быстро. И она отозвалась помочь мне в воплощении моей идеи. Ее очень понравилось. Она помогла с подбором актеров. Со съемками сегодня будет помогать. В общем, так здорово, когда ты окружен людьми, которые зажигаются от твоей искры. И с радостью, на вот этом чистом энтузиазме, готовы тебе помочь в воплощении твоих идей. Это, на самом деле, очень окрыляет и вдохновляет. Да, нам нужно передать немножко депрессии. Да. И мне очень нравится вот эта вот синяя тень, как раз-таки. Да. Но она как-то... Ну, хорошо смотрится. Вот смотришь на Айгуле, хочется, знаете, обнять ее. Практически зачем вот так? Я просто сейчас слишком счастлива внутри, чтобы какие-то эмоции придавать. Волос так много, что мне кажется, они будут видны. А ты же будешь... А, блин, ты же в ванне боком. Да. О, мой бог, кто это? Это что, Хана Монтана? То есть, уверен, типа, больше. Он заходит для девочек. Хорошо. Ну, такой типо. Нет, в ухо просто, наверное, что нужно пытаться сыграть трезвыми. Чуток раз-два. Все. И поехали. Это вайп. Окей, окей. Да не набухайся, пожалуйста. Я сказал, что он безутобольный. Ну, хорошо, было хорошо. На самом деле, было очень круто. А что случилось? Оно запинилось капку. Так, Егор здесь у нас сидит и грустит. А нечего было мне изменять. Извините, я постоянно вас снимаю. Сегодня я оператор бэкстейджа. Проверяем стабилизацию на айфоне. Мы большие молодцы. Егор той же, Айголь той же, Таня той же. Отсняли очень быстро первый кадр. Я так довольна, девочки. Это кино. Это кино. Это кино. Вот это реально кино. И это выглядит точно так же, как мы это... Ну, как я, точнее, это посеряло. Я думаю, это тоже... И как в моём воспоминании. Как в моей голове. Правда, у меня тогда ещё были прыщи, но... Всё нормально. Без прыщей тоже хорошо. Всё, сейчас в квартире. Вы просто чудо-человек, который просто... Человек-вдохновение. Вот он. Я не знаю, как у вас, но вот то, что я сейчас ем, у меня так ассоциируется с летним вечером дома. Это так уютно. Чёрный хлеб, жареная докторская колбаска, башкирский сыр и петрушка. И горячий, крепкий, сладкий чай. Это просто... Можно ещё чай с матрушкой... С этим... С душицей. Чёрный чай с душицей или со смородиной. Это вот... Это вкус моего детства. Вкус маленькой башкирской семьи. Хочу домой. Закончила! На этой картине я ставлю на картинах по номерам. Жирный крест. Всё, спасибо. Три картины по номерам. Мне хватит на всю жизнь. У меня есть штатив для телефона. Вот такой. И он открывается где-то на 80 сантиметров. И у меня постоянно с него падал телефон. Ну и плюс как бы... И я нашла другой штатив тоже для телефона и для камеры, что очень важно. И я сейчас просто покажу разницу между ними. Это офигенно. Здесь также есть пультик управления. Здесь есть горизонтальный и вертикальный режим. И есть ещё возможность установить сюда камеру. И он намного более устойчивый. Ну то есть вот эти ножки, это очень устойчиво. Офигенно, просто. Раз и закинул в сумку. Сейчас попробую камеру на неё установить. Это я купила перед поездкой домой. Потому что мне нужно, чтобы не вот этот штатив, вот этот штатив и ещё один штатив для всего на свете с собой брать. А один универсальный и для телефона, и для камер. Я вот возьму вот этот. Он просто потрясающий. Если на нём будет сейчас устойчиво стоять камера, что намного важнее, чем... Чем его универсальный. Сейчас посмотрим. Стоит вроде как прям хорошо. Я собираюсь ехать домой. Я не говорила. У меня раньше здесь висели фотографии с моими близкими. Два года меня не было дома. Я могла только на их фотографии смотреть, по видеосвязи общаться. Вот. А сейчас прилетаю к ним. И немного волнуюсь, если честно. Потому что место связано с не очень хорошими воспоминаниями, с травмирующими событиями. Вы всё это прекрасно знаете. Обычно, приезжая домой, в родной город, я не отдыхала душой, не радовалась жизни. Я набирала себе ещё 50 запросов для психолога. Но на этот раз настрой немного другой. Потому что события, из-за которого я еду, очень радостные, приятные. Один мой брат женится. Вы его, может, знаете, неяска. Вот. Теперь это будет семьями человек. Два других моих брата. Может, вы их помните в такие шпиндики. Они заканчивают школу, поступают в колледжи, уезжают из дома. Я, будучи Сашей, приеду в первый раз к родным. В общем, я думаю, что на этот раз всё будет хорошо. Психологический лайфхак. Всё равно, как бы радостно мне не было на этот раз приезжать домой, и с каким позитивным настроем я бы не выдвигалась, в голове рой мыслей. Всё, просто всё. Начиная от, а вдруг нам с братьями не будет интересно, потому что они уже выросли, а я как бы не знаю их. Заканчиваю тем, что вдруг я буду казаться для своей семьи какой-то неудачницей, что вот кто-то женится, а я вот какая-то не такая. В общем, очень-очень много мыслей, которые дарят мне только тревогу. И что можно сделать в таком вот состоянии, чтобы выделить из этого роя какие-то основные мысли и понять природу своих тревог. Что можно сделать? Техника называется «четырёхсложное предложение». Четыре вопроса, которые вы должны себе задать, чтобы выяснить, что вас тревожит больше всего. Например, вместо кучи мыслей я спрашиваю, что я чувствую. Я чувствую тоску. С каким событием это связано? С тем, что мои братья выросли, а это означает для меня, что выросла и я. Что бы я хотела вместо этого приехать домой не взрослой девушкой, с кучей ответственности, а ребёнком без забот? Привет, инфантильность! Теперь в эту полочку очень легко уместить, ну, процентов 30 того, что меня беспокоит, и это уже беспокоит меня не так сильно. Конечно, эта практика помогает чётче услышать свои мысли, но что делать с ними дальше, я решаю со своим психологом. На сервисе Ясно вы сможете подобрать себе грамотного специалиста, разобрать и убрать свои тревоги. Сервис идеально подойдёт тем, кто не готов тратить много сил и времени на поиски и вечные поездки к психологу. На Ясно уже размещены проверенные психологи с хорошим образованием и опытом работы. Помимо опыта и образования, есть ещё вещи, которые стоит учитывать при выборе психолога, например, объективность. Это очень важно, чтобы психолог посещал супервизии. Если он не ходит на супервизии, это красный флаг, потому что психолог тоже человек, и он может упускать какие-то моменты, и супервизор ему может об этом указать. Таким образом, психотерапия будет проходить более эффективно. На Ясно все психологи в супервизии, сервис за этим очень строго следит, поэтому вам остаётся только выбрать. А входная анкета поможет сузить поиск до 12 самых подходящих. Очень удобно, что у многих есть видеоприветствия, и вы можете оценить, насколько вам было бы комфортно общаться с этим человеком, нравится ли вам его манера общения, мимика, голос. Когда ты занимаешься с психологом вживую, есть момент включённости, ты ни на что не отвлекаешься. Ясно придумали, как можно добиться такого же эффекта в онлайн-формате. Они убрали окошко с твоим лицом. Мне кажется, все во время видеосвязи смотрят в основном на себя. Вот. Этот момент был учтён, и теперь ты будешь обращать внимание больше на терапевты и на свои чувства и эмоции, не беспокоясь о том, как ты выглядишь в кадре. Время и место сессии вы выбираете сами, а удобное приложение для iOS и Android напомнит вам за сутки и за час о запланированном звонке. Кстати, все звонки проходят на самой платформе, где вам гарантируют абсолютную конфиденциальность и безопасность. Как всегда, у нас с вами есть промокод на скидку Саша. Он работает на первую сессию при регистрации. Ссылка в описании. Переходите, регистрируйтесь и не забывайте вводить мой промокод. А я пойду собирать свои вещи. В Башкортостане холодно, надо взять что-то потеплее. Уже всех предупредила, говорю, ставьте чайник, я вылетаю. Радуга! Радуга! Радуга тебе! Отзываясь, через радугу можем попасть в рай. Ничего себе! Ты пробовал? Да. Давай, раз, два, три. Давай, спробуй. Смола! Сначала вкусно кажется, да? А потом как ёлка. Чё, тебе понравилось? Нормально. Сумка раз, два и три. Это ещё у девочек будут сумки. День съёмок главы А, как по мне, был самым сложным. Потому что, во-первых, я сняла свои нарощенные волосы и чувствовала себя не очень комфортно, не очень красивой. Не знаю, как это связано. Я много лет ходила с Карешкой, но вот именно сейчас почему-то перестала себя ассоциировать с этой прической. А для съёмок мне хотелось вот именно быть как тогда с Каре. А во-вторых, это был день, когда мы сменили четыре локации. Это было мощно. Сначала мы снимали на вокзале. Это и твое мнение, тогда нам неплохо. Снимаем ещё раз. Разрешение на наваливание кримджата, но мы здесь, чтобы ещё, типа, ну, отдохнуть. Ура, наваливание кримджа. Ура. Ура, сейчас я просто ко мне. А сейчас, смотри, ты маркнет тут. Повторяем то же самое. А, ура, кримджа. Пиши в инстаграме такой, типа, да-да-да. Е-е-е. Пиши в жизни такой, а теперь в обратискаром поезжают. Всё, я думаю, давай перейдём на другую сторону, посмотрим, как это работает. С кадровочком. Это красиво. Так вот умеют на эскалаторе ездить. Адь, некрасиво, посмотри. Вот так они жопу выкачивают. В культурном центре ЗИЛ, который очень похож на университет. Дальше поехали в фотостудию. Улыбайся, 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 улыбайся. Да-да-да-да-да-да, вот оно, оно, оно. И ещё был кадр в поезде. В общем, мы вчетвером. Таня, Айгур, я и Миша, который любезно согласился. Помочь нам. Он невероятно похож внешне на А. Мы вчетвером очень устали под вечер, но были дико довольными. И мне кажется, что эта глава получилась невероятно красивой. Невероятно точной. И по атмосфере очень, очень реалистичной. Это блог. У нас есть примерный план. Но так как здесь всё совершенно по-другому выглядит, и свет по-другому играет, мы решили всё менять. Вернее, Таня такая, так, сюда, здесь, здесь, здесь. Ну вот, на ходу, притом. Но получается невероятно. Невероятно. Вы посмотрите на это. Точная, исторически воспроизведённая копия. Больше любви, которую мы можем подарить кому-то. Больше надежды, которая может удерживать нас на плаву в самые непростые времена. Когда ты сама организуешь съёмку, и сама же мешаешься. И работай нормально. Скажите, насколько тяжело организовывать такие праздники, реперативы, свадьбы? Невыносимо. Как на сегодняшний день? Потрясающе. Мы слушаем команду. Аккуратор. Как на сегодняшний день? Актер. У меня нет ресурса. А пока Таня не в ресурсе. Мы с тобой должны... Будем снимать свечи. Всё, давайте. У нас второй образ. Миша тоже переоделся. Третий. А, третий же образ, да. Мы уже немножечко подустали. Заканчиваем с зилом и перемещаемся в фотостудию. Я хочу спать. Прямо сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ещё раз. Всё, прощаемся. Мы пришли в одно из моих самых любимых заведений. Суб-кафе. И я сейчас буду посвящать девочек в лучшие супы этого места. Им здесь 44. Есть такая фишка. Вы можете взять не целый суп, а можете взять три разных супа, вообще любых, рандомных, и вам их нальют по чуть-чуть, чтобы вы попробовали ассорти из трёх кубов. И этот пензон вкусно и выходит гораздо выгоднее. И сейчас, на минуточку, да, мы с вами представляем вот... 44 супа. Супы десертные, пожалуйста, то есть клубничный суп, не хотите ли? Супы на мясном бульоне, на рыбном, на овощном. Господи, какая я голодная, я сейчас с ума сойду. Девочки, это всё... Голодные женщины. А вот если... Мой победный танец. Сначала куриный суп с тапшой. Как вот надо было суп загрязывать. Да, спасибо. Это сыр не любит. Я понятия не имею. Это сыр не любит, кажется. А, луковый. Луковый суп. Пробуем. Круто. Это просто куча варёного лука. Куча варёного лука звучит. С куском хлеба с сыром посередине. С было бы смешно, потому что такая куча. Ой, угощайтесь. Танцуем. Сегодня я немного Мартиша Адамс. У нас сегодня съёмка треть... Съёмка пятой главы. Мы немножко поменяли местами главы для удобства. Сегодня и завтра съёмочные дни. У нас сегодня потрясающий актёр, очень классный мальчик. Вообще, просто внешность... Внешность супермодели. По-моему, он и модель. В общем, я вам покажу тем же составом. Танечка и Айгуля. И мы сегодня снимаем, ну, чуть ли не эйфорию. Очень рады, что у меня вообще есть возможность с тем этим заниматься и воплощать свои идеи. В общем, поехали. Айгуля. Сегодня в платьишке. Татьяна, как всегда, прекрасно. И Агван. Я хочу вас познакомить. Здравствуйте. Здравствуйте. Я же сказала, красавчик. У нас сегодня будет две студии. Одна вот такая светлая, другая потемнее. Я, по идее, должна быть с каре, но будем выкручиваться. Я не смогу это затянуть сам. Просто присел. Извините. Сейчас я плечу, девочки. Хочешь, сделаем паузу? Вчера я вернулась домой в 12 ночи и писала раскадровки. Кадры такие красивые. Господи, что мы вчера сняли? Что мы вчера вообще сняли? Это, я не знаю, вот сочетание Айгуль, Тани и меня. Это просто какое-то сумасшедшее сочетание. Я не знаю, это звезды сошлись. Потому что, когда мы втроем вместе, мы делаем просто какие-то невероятные вещи. Какое-то кино. Реально. Идея, воплощение и организация. Три момента, которые сплелись воедино. Я фанат нашей тройки вообще. Сегодня уже надо выезжать на следующую съемку. До этого мне надо, конечно, сделать еще немножечко работы, чуть-чуть рекламки две. И я, честно сказать, вот после сегодняшнего дня, вот мы сегодня отснимем последнюю главу, наверное, для меня самую болезненную главу. Я даже, когда просто текст пишу для этой главы, у меня уже начинает немножечко вот так вот. Мы ее отснимем, пойдем на концерт три дня дождя, потанцуем. Я приеду домой, лягу спать и просплю, мне кажется, суток двое. Мы сейчас приготовим булочки Синнабон. Они, собственно, уже готовы. У нас еще есть вот такой вот зефир всю ночь пикла. И салатик. Мы еще можем шар-лодочку сделать, а муку вы не брали, да? Сегодня самый комфортный день, наверное, съемок, потому что, во-первых, мы все соседи, во-вторых, это последний день, в-третьих, мы снимаем в квартире, в-четвертых, у нас еда, и в-пятых... У нас прекрасный овсеп, который тут разряжает обстановку классными анекдотами. Овсеп. Штеплица отстрелилась от арбов, без конца. Конец, и мы уже отстреляли. Нет. Нет. Сделала аборт. Или мама одного ангелочка. А-а-а. Ну, там континг-то будет. Я понял. Ну, да, чужие отношения просто внизу. С камерой такая. Да, что я здесь делаю? Саша, нам пять, и мы братья-сестра. Никакого напряжения нет. Саша очень по-уютному выглядит сейчас. Прям очень. Нет комфорта. Комфорта, да. Комфорта. Комфорта. Да, да. Вау! Видали? Ты можешь обратиться на тренинг, пожалуйста. Угадайте, на какой концерт мы пришли. Нет, это не Мадонна. Нет. Отпускай! Настал этап монтажа. Для меня самый сложный эмоциональный этап, потому что дни съемок были веселыми, классными, ты общаешься с новыми людьми. А монтаж — это возьми и окунись в концентрированную боль в несколько дней. Может, поэтому влюбилась не я, влюбились и в меня. Она сейчас дышать еще громко будет у меня. Что, все не то, да? Все не так, все не то. Вот эти четыре дня, когда я монтировала видео, мне кажется, я выплакала вообще все, все слезы касательно этих ситуаций. И под конец я ощущала, что я просто пустая. Вот что все. Больше слез по поводу именно этой темы у меня не осталось. Я... Мне нечего больше плакать. Неприятненько. Как только включается камера, ты прям... Это мама и папа, и просто мы провели в ресторан. Субтитры сделал DimaTorzok